Мои дорогие, рада всех приветствовать. Сегодняшний наш эфир, он довольно такой спонтанный эфир, на самом деле, и это такой эфир, мой ответ на ваши комментарии в моем телеграм-канале. И, кстати, я вас очень сильно благодарю, потому что вы прям очень классно реагируете на все мои вопросы, на опросы, все, что информацию я вам кидаю. Вы такая активная аудитория, я просто вас безмерно, безмерно, безмерно благодарю. Надеюсь, что мои эфиры, та польза, которую я вам могу давать на этих открытых эфирах, она является моей вам благодарностью за вашу активность. Спасибо вам большое. И этот эфир – ответ на то множество комментариев, которые лавиной сыпятся периодически. Комментариев в реальности нет денег. Нет денег, нет денег, нет денег, нет финансовой возможности, и все понеслось, 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 понеслось. И у меня, как у человека, который является автором такой собственной методики выхода из сознания, дефицитов сознания и изобилия, у меня просто вот в какой-то момент это становится так много, и я говорю, стоп, 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 это вообще не моя реальность, почему я это слышу, почему я это вижу снова, снова и снова. И мне захотелось провести такой эфир для того, чтобы какие-то вещи вам рассказать. На самом деле он не будет слишком длинный, ну, то есть той информации, которую я вам хочу дать, ее немного, но я хочу проговорить, я хочу, чтобы вы это услышали. Не просто в чате написать, а рассказать вам, потому что объяснять словами, вы знаете, что у меня получается гораздо лучше, чем описать словами. Вот, дальше все зависит от ваших вопросов, если будут вопросы, то, возможно, эфир продлится, и я расскажу что-то вам еще, что будет вам здесь интересно и нужно и важно, да. Давайте поговорим про реальность нет денег, и почему такая история случается, что вы рисуете про деньги, мы здесь нейрографы все, да, мы разговариваем на одном языке, мы сейчас не говорим с теми, кто не в нейрографике и такой, блин, какое там рисование денег, причем тут это, да, да, эти денег, то есть вы все рисуете, вы проходите какие-то там марафоны, покупаете какие-то мастер-классы, вы бесплатно заходите на YouTube и такие, да в хрен с ним, что нельзя рисовать треугольники, тут денежная фея сказала, нафигачите треугольников, я сейчас нафигачу, никому не скажу, да, но чтобы главное был прорыв в деньгах. Вы вот этим всем занимаетесь, что происходит? Происходит то, что вы сделали какую-то денежную практику, и у вас такой ручеечек денежек такой раз-раз-раз-раз-раз прибежал в вашу жизнь, вы такие, о, да, я получила денежки, о, да, я нарисовала, о, да, мне есть немножко денежек. Проходит какое-то время, что происходит потом? Потом происходит такая история, что денег у меня опять нет. Ага, и я хочу проговорить две важных вещи, которые вам нужно усвоить, вам нужно понять, чтобы деньги были. И были не в плане того, что я вот сейчас нарисовала и что-то получила, а чтобы ваша реальность, из реальности нет денег, поменялась на реальность, деньги есть всегда. Ага, я видела такие комментарии тоже в нашем чате, и думаю, что девочки, которые писали, я живу в реальности, деньги есть всегда, да, это те люди, которые проходили мой нейрографический марафон изобилия, потому что эта формулировка как раз оттуда, да, ну, либо люди, которые уже достаточно, достаточно прокачаны в нейрографике для того, чтобы понимать, какие вещи влияют на эту реальность, да, кроме того, что нужно просто порисовать по деньгам, по деньгам, да, Юлечка, я тоже рада видеть всех знакомых, и в том числе тех, кто давно-давно когда-то обучался на курсах, да, и сейчас как будто бы я вас не вижу, но здесь в чате очень рада видеть, вообще очень классно. Запись, я поставила на записи, я думаю, что с записи будет все в порядке. Запись по мере готовности мы размещаем на канале. Итак, есть два элемента, которые нужны для того, чтобы деньги были. Первый элемент касается ваших ограничений и самого главного ограничения в позволении себе. И второй элемент касается энергии. И вот про эти две вещи я хочу с вами сейчас поговорить. Что такое, знаете, когда мы говорим про позволение себе, сразу может такая история, ну, позволение себе, это там, ну, купить себе мороженку. Ну, это такое, знаете, заезженная штука, типа длинных юбок. Когда мы, чтобы быть женственной, надо ходить в длинной юбке. Чтобы позволять себе, надо купить себе мороженку. Да, но эта история не про это. Это история про что? Про то, что ко всему в вашей жизни нужно быть готовым. Вот есть такая история про то, что ко всему в вашей жизни нужно быть готовым. И вы рисуете все про деньги, и у меня вопрос, а готовы ли вы к этим деньгам? Что вы собираетесь с этими деньгами делать? Ага, и вы такие сразу, ну, вот я там дом куплю, вот я там вот это, в машину вложу, я там вот это, вот это, вот это. То есть вы начинаете в голове такие прокручивать какие-то, ну, вот у вас есть какие-то большие глобальные вещи, да, и вы туда пытаетесь деньги пустить. На самом деле, что такое быть готовым к деньгам? Готовым быть к деньгам, это значит уметь эти деньги использовать на создание своей жизни. И вот этот момент, которому большинство из вас не готовы вообще, вообще не готовы, потому что вы не умеете, большинство из вас, большинство людей на этой планете не умеют использовать деньги для создания своей счастливой жизни. Мы умеем использовать деньги для покрытия своих нужд, да, то есть мне сейчас нужны деньги, я закрою кредиты, ипотеку я закрою, я чего-то оплачу обучение ребенку дорогостоящее, понимаете? Я оплачу свои коммунальные платежи, я куплю себе продукты, и, может быть, если там еще останется, я куда-нибудь съезжу, но это если останется, и это если останется, если еще при этом мой муж не скажет, что нет, давай мы лучше построим новую теплицу на даче. Ну, а если, конечно же, мой муж скажет про новую теплицу, то я скажу, о, ну да, какие поездки? Конечно, теплица, теплица – это важно, это нужно, да, или колеса в машине поменять, резину. Это нужно, понимаете? Мы используем свои деньги на покрытие нужд. Большинство из вас, вот кто сейчас понимает, да, что это, блин, это про меня, я использую деньги для покрытия нужд, поставьте мне плюсик, пожалуйста, в чате. Вот Мария уже пишет, точно, я не умею. Кто использует деньги в большем проценте на покрытие ваших нужд? Я вижу ваши плюсики. Да, да, так есть. Так есть. На самом деле вы не готовы к деньгам. И в чем тут еще, в чем тут еще история, да? То есть у вас, вот вы работаете с какой-то темой, да? Вы работаете вот с темой денег, там мне нужно немножечко денежек, да? И вы работаете с каким-то количеством ограничений, которые вам мешают эти денежки получить. Вы вот их проработали, да? Вы получили какое-то количество денежек, вы как-то с этими денежками распорядились. Может быть, там вам даже хватило на подарочек какой-то сделать себе что-то приятное для себя, да? И дальше что происходит? Дальше вы живете, и все эти ограничения обратно себе собираете. Обратно себе собираете. И вы снова приходите в какой-то момент к тому, что да, вот у меня тогда денежки появились лишние, я такая раз на себя потратила, я раз себе купила курс, я раз себе купила там массаж, я раз себе купила еще что-нибудь, что я давно хотела, да? Такие лишние денежки у меня получились. Ага. А в следующий раз вы живете и такие, так, это надо туда, это надо туда, это надо туда. У вас опять вот эти ограничения, что деньги это на нужды, на нужды, на нужды, что нужно то, нужно то, нужно то. И вы в определенный момент опять приходите к тому, что у вас нет денег на вас. Вот и вся история. Для того, чтобы у вас были деньги на вас, вам кажется, большинству людей, я вот говорю вам, не хочу никого обидеть, потому что здесь могут быть совершенно те, кто в этой теме прокачан, кто меня понимает, кто со мной на одной волне, да? Не хочу никого обидеть. Но большинство, я когда говорю вас, я имею в виду большинство людей вообще на планете. Для большинства людей на планете вот этот момент, что я позволю что-то себе, я потрачу это на себе, да, на себя, он скрыт вот за этой вот кучей ограничений. То есть на себя в последнюю очередь. У нас финансирование в своей жизни, вот статьи бюджета в своей жизни, статья бюджета «Я», мои желания «Я», мои хотелки какие-то, мое развитие, моя счастливая жизнь, они стоят, знаете, по остаточному принципу. То есть это на лишние деньги, вот когда лишние деньги появятся, вот тогда я на себя эти деньги потрачу. Понимаете, что происходит? Вы на себя тратите только лишние деньги, и вы все время ждете этих лишних денег, чтобы вложить в себя. А все остальные деньги, вот такая вот куча денег, которые вы называете «нет деньги», он «нет денег», да, и причем вы говорите «нет денег», неважно при этом, сколько у вас на карте денег, правда? У кого-то может там 500 тысяч лежать, у кого-то 100 тысяч, у кого-то 50, у кого-то там 5, но вы скажете «нет денег», подразумевая только то, что у вас нет денег на себя самих. Пока вы не прокачаете вот эту историю с тем, что я желаю, и я позволяю себе, на себя, я ценная для себя. И то, что я желаю, это ценное вложение в меня, и это моя первая нужда, да, это моя первая статья расходов. Моя первая статья расходов «я». Вы всегда будете снова и снова возвращаться в реальность «нет денег». К сожалению, вы всегда будете в нее возвращаться. Как только вы себя остановили, вы говорите «я хочу это», «я хочу это», «я хочу этот курс», «я хочу эту поездку», «я хочу это платье», «я хочу это событие в своей жизни», «я хочу это». Но вы себя останавливаете фразой «нет денег». Я вам приводила пример, это как будто бы мама стоит, то есть вы с позиции родителя своему внутреннему ребенку говорите «нет». «Нет». «А когда да, мама, а когда ты мне купишь?» «Ну вот когда будут деньги?» «Ну знакомая же модель?» Вы так же и детям своим говорите. «Когда, ну вот когда-нибудь потом, когда будут деньги?» И мы с этой моделью все вырастаем. «Когда-нибудь потом, когда будут лишние деньги?» «Время». А про время вы пишите. Давайте еще вот здесь вот сделаем. У меня нет времени. В смысле нет времени? А на что уходит твое время? Ну вот у меня работа, у меня огород, у меня то-то, то-то. Класс. Класс. То есть когда у тебя с тобой вот это происходит в жизни, у тебя нет времени на себя? То есть в этот момент жизни, когда у тебя есть какие-то рабочие задачи, когда у тебя есть огород, у тебя есть что-то еще, то есть твоя жизнь завершилась, ты не живешь в этот момент? Класс. 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 «Вот нет же денег, ну вот такой вот там, вот там, вот это, вот надо что-то с этим сделать, надо поработать, проработать». И смотрят на меня, говорят, ну у тебя же тоже так бывает. Я говорю, нет. У меня так не бывает, потому что у меня всегда есть деньги на себя, у меня всегда есть деньги на ту жизнь, которой я хочу жить, у меня всегда есть время на себя. Даже если у меня будет очень насыщенный график, у меня всегда есть время на себя. Вот эта история про деньги на себя и время на себя, это та история, с которой нужно в своей жизни найти гармонию, к которой нужно прийти. Пока ее не будет, у вас никогда не будет денег, у вас всегда не будет финансовых возможностей, но это будет просто перманентно, невозможно найти финансовую возможность на то, что не является твоим приоритетом, потому что ваша единственная финансовая возможность это лишние деньги. Ну, я не знаю, что тогда делать. Ну, может рисовать кейс на лишние деньги. Может быть, вдруг это поможет. Не уверена. Второй момент. Второй момент. Вот, вот посмотрите, Мария пишет, у меня точно, что 100 тысяч на карте, что 1000, а в голове все равно нет денег, абсолютно точно. Вот. Девочки, помогите кто-нибудь со звуком. Я, к сожалению, не знаю, так, видимо, нужно куда-то нажать, чтобы был звук. Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь в чате. Вот Алена, Лилия не могут подключиться. Подскажите, куда нажать, девчонка. Теперь давайте пойдем дальше. Вот это одна история. Ваше позволение, количество ваших вот этих внутренних ограничений внутри. Я просто могу сказать, что какое может быть первое упражнение к этому. Вообще, конечно, очень много. Про эту тему я даю на марафоне изобилия. Очень много. То есть мы об этом говорим, мы это прокачиваем. Но даже просто элементарное упражнение для вас, это просто начать себе позволяет. То есть я хочу это. И я сейчас не посмотрю на вот эту вот реальную. Я понимаю, что нет денег, это ограничение. Это просто мое ограничение, просто шторка в моей голове. Это просто отговорка моего внутреннего родителя для моего внутреннего ребенка, почему я себе это не позволю. Все. Нет денег, это отговорка. Это всегда отговорка. Это никогда не правда. Это никогда не правда. Это всегда отговорка. И вот когда я это вижу, я просто через это перешагиваю. Только так. Нет другого пути. Теперь следующий момент. Следующий момент – это энергия. И энергия – это не имеется в виду… О, девчонки, я у вас не зависаю, потому что у меня какое-то подвисание пошло на экране. Я переживаю. И почему-то все время, мне так не нравятся комментарии, убегают вверх. Так. Вот, изображение, а звук, Наташенька, звук как? Вроде бы все наладили, должно работать хорошо. Все. Ага, все норм, все норм. Хорошо. Хорошо. Это значит, где-то просто чуть-чуть сопротивление пошло, да, и, видать, картиночка въяснит. Смотрите. Второй момент – это энергия. И здесь не имеется в виду моя такая внешняя энергичность. Это не про то, что я такая вау-вау-вау-вау-вау, там спорт, там еще что-то, подружки, вечеринки такая, вот вся пятеро детей там. Это не про эту энергию. Хотя эта энергия – это следствие, да, это, ну, когда я энергична, это просто показатель того, что у меня есть хороший доступ к энергии, да, что у меня все в порядке по всем сферам, но это не про эту энергию. И это даже не про ту энергию, когда я лежу на солнышке, там греюсь под солнышком, когда я кушаю фруктики, когда я наполняюсь, там еще что-то. Это не про внешний ресурс. Это все не про это. Это все классно, внешние ресурсы относятся к первой стадии, к позволению, да, к тому, какой жизнью я хочу жить, и какую жизнью я себе позволяю, и во что я вкладываю свои деньги. Ага, во что я вкладываю свои деньги? Я вкладываю свои деньги на то, чтобы сейчас лежать и пить вот этот вот коктейль, наполняться на солнышке, наполняться вот этой всей историей. Вот, я свои деньги вложила в это, у меня на это есть деньги. Ага, знаете, еще хочется сказать, отвлечься от энергии, вернуться вот туда в позволение, что вообще как увидеть человек в изобильном сознании или в дефицитном сознании. Самое простое, это знаете что? Это прийти с человеком в кафе, в ресторан, да, и посмотреть, как человек делает заказ. То есть, если человек смотрит и говорит, так, что я хочу, я хочу вот это, вот это, ой, да, и у нас же сегодня такой хороший день, да, и поэтому я еще вот себе бокальчик просека закажу, да, или там какой-нибудь чаек вкусненький, или какой-нибудь коктейльчик. Ага, вот человек, который в позволении, который в изобилии. Что делает человек с дефицитным сознанием, он смотрит в меню, такой говорит, ну, смотрит там, что другое заказывает, ой, я тоже хочу, наверное, вот этот салат, я тоже вот это хочу. Блин, 990 рублей, блин, сколько просека стоит? 1200, капец, вообще вот у вас цены. Так, я буду вот стакан морса и вот котлету по-киевски. Все, позволил себе, то есть пришел посидеть, получить удовольствие, но съел по цене. Вот всегда, когда вы выбираете по цене, блин, это путь в никуда. Это всегда путь в дефицит, это всегда только и только и только укрепить свои ограничения. И там еще, знаете, какая история есть, что, макушка у меня зачесалась, поток пошел. Там еще есть такая история, что когда вы себе, ну, вот, например, что-нибудь там порисовали на тему денег, получили немного денег, да, а потом бах, снова вернулись в реальность нет денег, там же есть история про то, что появляются новые ограничения, новые ограничения про то, что это не работает. Это все не работает, все равно не будет, все равно не получится. То есть вместо того, чтобы убирать ограничения, быть свободными от них, выходить в сознание из-за эмилия реальности есть деньги, мы, благодаря своим действиям, своим поступкам, своему непозволению себе перешагивать через реальность нет денег и позволять себе ставить себя на первое место и давать в первую очередь себе, мы создаем все новые, новые, новые ограничения между собой и деньгами. Класс. Энергия. Что такое энергия в нейрографике? Это не про вот эти внешние все источники, это не про то, как эта энергия проявлена в мире в виде меня, да, в виде моей деятельности, а это про то, сколько энергии я через себя пропускаю. Уровень моей энергии, которую я через себя пропускаю, зависит от того, сколько внутри меня ограничений. Это то, про то, что мы сейчас говорили, да, чем меньше ограничений, тем больше поток энергии, который идет через меня. Это тот самый поток энергии, который в нас входит с линиями поля, да, которые мы впускаем туда. Энергия абсолюта, энергия самости, энергия драйва, энергия жизни, мы можем развивать ее по-разному, это единая энергия, которая течет через меня. Чем больше энергии через меня проходит, тем более крупных результатов в своей жизни я могу достигать. Чем больше во мне напряжения, чем больше во мне реальности нет денег, чем больше во мне дефицитного сознания, чем больше во мне непозволения, тем меньше струйка этой энергии. И вот это та история, с которой мы будем работать на курсе Нероколор. Это история про то, как открыть доступ к неограниченному источнику энергии через теорию цвета. Цвет в нейрографике не про цвет, про уровень энергии. И что мы будем делать, я расскажу на первом занятии, я вам уже говорила, на первой нашей встрече, да, которая будет у нас 14 июня, мы будем убирать ограничения, ограничения по поводу вообще своего личного отношения к цветам, потому что это очень сильно мешает. Цвет – это энергия, определенное выражение энергии, определенного качества энергии, определенного уровня энергии, которая выражена визуально в цвете. Визуально мы так воспринимаем, так мы устроены, мы вот зрительно воспринимаем. Да, вы же знаете вообще, что цвет, я вам говорила или нет? Цвета-то нет по сути. Есть просто восприятие, как идет отражение световых волн, вот этих вот, от каждой какой-то поверхности. В зависимости от ее плотности, в зависимости от каких-то других факторов, она именно отражает такой цвет, который вы видите. То есть это визуально наше восприятие определенного качества энергии. На первом занятии мы будем менять, убирать вот эти свои ограничения по поводу цвета, по поводу восприятия цвета, потому что если вы не воспринимаете какие-то цвета, они вам не нравятся, они вас отталкивают, что вы делаете? Вы не воспринимаете энергию определенного уровня. Вы не пользуетесь этой энергией. Вы не используете ее в своей жизни, да, а потом говорите, почему у меня не получается. Про это мы с вами говорили на прошлом эфире, да, то есть я такая нежная, розовенькая вся, я рисую нежненько-розовенько, я хочу много денег, почему нету много денег? Почему много денег у меня нету? Я вот так нежненько-розовенько нарисовала, да, я не взяла энергию того качества, которое необходимо для того, чтобы денег было много. Ага, и что мы будем делать на втором занятии? Мы будем знакомиться с типами энергии, и мы полностью вот прям перекроим свое сознание по поводу цвета энергии. Мы начнем к своим рисункам относиться иначе. Это другой уровень восприятия своих рисунков. До сих пор мы их воспринимаем как разукрашку. Я разукрашиваю свои рисунки. Я даже, знаете, слышала от некоторых, ну, ко мне на специалисты разные люди приходят, от разных инструкторов, и вот от одного инструктора приходят ко мне люди, которые говорят «раскраска». Я делаю раскраску. У меня этап раскраски. Вот до сих пор, до того, как мы прошли нейроколор, для нас нейрографика – это раскраска. После этого это наше управление нашим уровнем энергии. Сколько я хочу, могу, имею возможность спустить в себя энергии, для того, чтобы в моей жизни была реальность с таким количеством денег, которые я желаю. Вот что я вам хотела сегодня рассказать. Две вещи – позволение и уровень энергии. Есть ли у вас вопросы? Да, не в бровь, а в глаз. Вот, про кафе вы мне пишите, реакция точно. Второе про меня. Я обычно заказываю, как муж, тоже, что и он. Он больше не заказывает вперед. Вот, Мария, да, почему ты не спросишь себя? Себя не спросишь, что я хочу? Это про меня. Я так вчера у Исаакиевского взошла, как увидела, 990 рублей минимум. Мне туда очень надо, я уже там хочу. Мне все надо. Мои дорогие, вот это та информация, которую я хотела вам дать сегодня. То, что я хочу вам сказать про деньги. Все остальное – это уже будет внутри курсов. Внутри курсов, мои хорошие. Потому что это практика, это определенные знания. Это нужно… Мы, знаете, как хотим. Мы всю жизнь учимся чему-то. Мы такие в садике, в школе, в институте. Мы там читаем. Мы учимся у людей. Мы приобретаем кучу, кучу, кучу вот такого опыта. Потом мы такие, блин, все это не работает. Все это не работает. Надо какое-то другое. Надо другое мировоззрение, другое восприятие жизни. Надо другое видение жизни. Но мы почему-то часто не готовы понять, что это тоже определенный плац знаний. Определенный плац знаний, который нужно усвоить. Понимаете? Не по макушечкам вот так вот похватать, а усвоить, пройти, пропрактиковать. Возможно, после того, как вы пропрактиковали, послушать какие-то рекомендации, как это усилить, как это еще лучше применять. И тогда это станет вашей реальностью. Вы эти знания переработаете, и они превратятся в вашу жизнь. Понимаете? То есть, ну, извините, как перегной. То есть, вы это переварили, переварили, переварили все, а теперь на этой почве растут новые шикарные растения, цветы, деревья и все остальное. Понимаете? Виктория пишет, когда свети, я могу совмещать, если будет накладка. Действует ли еще скидка? Виктория, нет, скидка на курс уже не действует. Можете зайти по полной стоимости. Дату свети, честно, я еще не назначила. Почему? Потому что мы сдвинули старт курса нейроколор, и теперь вот как раз, чтобы не было вот такой накладки, мне нужно выбрать новые даты. И я приму это решение в ближайшее время, но я хочу, чтобы оно вот органично родилось, а не просто я сейчас ляпнула какую-то дату, и мы к этой дате, допустим, не были бы готовы. Мне не хочется так. Потому что свети все-таки такой курс, который, ну, он глубокий. Да, так же, как марафон изобилия. Это курс, который, ну, вот в него надо улыбиться и пройти, и прочувствовать, и прожить его. Вот. Благодарю, Лиза, ты, как всегда, делишься в своем состоянии. Когда марафон изобилия, есть ли информация? Анечка, Анечка, попозже. Да, марафон изобилия будет попозже, но пока приглашаю вас на нейроколор, для того, чтобы повысить свой уровень энергии, который вы через себя пропускаете, для того, чтобы быть готовыми к реальности, есть деньги, да, чтобы у вас уже внутреннее состояние ваше соответствовало. С какими еще вещами можно работать на нейроколории, кроме денег, да, мы с вами проговорили, деньги, да, здоровье, да, однозначно, любая сфера вашей жизни, где требуется вам именно наполнение вот этой энергии, да, отношения, да, в принципе, вот, в принципе, все сферы вашей жизни, потому что мы открываем доступ к энергии, которая дает вам прогресс во всех сферах жизни. Еще сразу, знаете, хочу сказать, для тех, кто проходил уже нейроколор в составе курса нейротворец, у вас эти уроки будут позже, мы для вас создадим единый канал, единственное, что нужно будет перейти на единый канал. Мы не будем по всем пяти каналам, было пять потоков нейротворца рассылать, вот, информация теряется, где-то мы выложили, где-то не выложили, мы создадим единый канал, вы туда перейдете, у вас там будет нейрокомпозиция и будет нейроколор, и все последующие модули будут размещаться. Но что я хочу сказать, что информация будет обновленная, да, возможно, по своей сути, основа у нас всегда та же, да, мы даем знания так, как это дается в Институте психологии и творчества, но есть определенные акценты, да, акценты, на котором, на акценты, которые я делаю как инструктор для вас, потому что для меня важно, чтобы вы получали больше осознанности, больше понимания, не практики ради практик. Практику вам может дать хоть кто и хоть где, да, за, не знаю, там, бесплатно, за три тысячи, там, и все остальное. Здесь вы получаете акценты, вы получаете практическое применение, вы получаете результаты в своей жизни. Я тут инструктор, который работает на ваши результаты, который готов потратить свое время, да, который готов направить усилия нашей команды на то, чтобы вы эти результаты получили. Поэтому, если вы хотите этот модуль пройти повторно, вы его уже проходили у меня, да, но вы хотите получать обратную связь, вы хотите прямо, ну, прожить его в этом потоке, вот, то тогда приходите, для вас есть специальная стоимость. Ага, да, вот, Аня пишет, я задумалась над ней рекалором, проходила на нейротворце давно. Так, девчонки, есть ли еще вопросы? Есть ли еще вопросы? Ценно ли важно было то, услышать от меня сегодня эту информацию? Потому что, еще раз говорю, мы постоянно бьемся, нет денег, нет денег, и мы хотим решения на том уровне, на котором проблема возникла. То есть вот у меня сейчас нет денег, вот дайте мне какую-нибудь премию, дайте мне заказик, дайте мне подарочек, дайте мне еще что-нибудь. Вот так мы хотим решать проблему нет денег. А проблему нет денег нужно решать через изменение своего мировоззрения, через прокачку позволения и через повышение уровня энергии, которые я усваиваю. Все, кайфовый эфир. Мои дорогие, если вопросов нет, если вопросов нет, буду с вами прощаться. У меня сегодня еще одно занятие, так как вот ноутбук вернулся, и теперь быстренько-быстренько нагоняю. У нас сейчас будет занятие на курсе «Рисуй красиво». Тоже вообще бесподобный просто курс, бесподобная работа идет. Да, очень ценно, Лиза, благодарю. Все, мозг включила, и очень вовремя. Супер, супер, очень дешевно, ты брава. Позволение – это проблема. Позволение – это не проблема, это задача. Это задача, это тема для моей работы. Это тема для того, чтобы я вижу то, что я хочу, и я говорю этому «Да». Вот так. Отлично, мои дорогие. Я вас обнимаю и очень надеюсь, что в моих чатах больше не будет вот этой истории, что у меня нет денег на курс. Потому что, когда вы говорите «У меня нет денег на курс», сразу же продолжите фразу «У меня нет денег на себя, потому что я неценная, потому что я у себя по остаточному принципу». И в этом месте у вас должно случиться «Как?» «Как вообще?» «В смысле я по остаточному принципу?» «Почему другим, а не мне?» «Почему они более ценные, чем я, что ли?» Все. Вот эту историю закрываем в моих чатах и видим всегда возможности, видим, что вы ценные, и даем себе развитие, даем себе рост, и знаем, что на каждом курсе, в который вы зайдете, вы повысите качество своей энергии, количество энергии, которое через вас проходит. Повышая количество энергии, вы повысите в своей жизни и деньги, и удовольствие, и здоровье, и отношения, и все-все-все остальное. Я вас целую, обнимаю, до встречи на курсе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!